Многие люди считают себя хорошими и добрыми, но когда дело касается реальных поступков, мало кто решается их совершить. А если и делают, то трубят об этом на весь мир. Однако бывают и совершенно другие истории, пропитанные добротой, бескорыстием и состраданием. Именно они часто остаются за кадром и забываются. Но сегодня мы постараемся восстановить справедливость. Также в конце этого выпуска мы хотим рассказать о удивительной социальной акции. А ответ из прошлого видео мы перенесем на следующий выпуск. Зимой 2015 года жители Ижевска услышали, как в лесу скулила собака. На ее поиски отправились девушки-волонтеры. Нашли ее в большом сугробе. Собака лежала в небольшой ямке и не могла подняться. На животном не было живого места. У нее был сломан позвоночник и таз. Ветеринары заключили, что собаку били лопатой. И после таких травм ее нужно усыпить. Но активисты отказались от этой идеи и принялись ее лечить. Когда собака пришла в чувство, ей смастерили инвалидную коляску и начали учить заново ходить. Из маленькой дрожащей собачки она превратилась в задиристый моторчик на колесах. Делились активисты. Мы назвали ее Кирой. И сейчас она радуется жизни так же, как здоровые собаки, зачастую обгоняя их на прогулках. Кира собачка небольшого размера, не потерявшая веру в людей, несмотря на жестокость и причиненную боль. Дикие лебеди в природе довольно агрессивны. Вот почему так трогателен момент, когда пострадавший лебедь обнял спасшего его телеведущего Ричарда Визе. Во время посещения лебединого сада в Абботсбери, Великобритания, Ричард высвободил иссетчатого забора лебедя, который в него влетел и получил травму. Визе помог ветеринару осмотреть лебедя, держа его в руках. Когда я взял его на руки, я мог чувствовать его сердцебиение, а он просто расслабил свою шею и обернул ее вокруг моей. Это прекрасный момент. Чувствовать, что животное, которое обычно никого к себе не подпускает, полностью тебе доверяет, говорит Ричард. 98-летний нищий, дедушка Добрый из болгарской деревни Баилова, одетый в ветхие одежды, часто стоит у собора святого Александра Невского в Софии. Каждый день он рано встает и проходит 10 километров от своей деревни Баилова до столицы. В 2010 году журналист болгарского телевидения сделал в архивах церкви шокирующее открытие. Самое щедрое частное пожертвование, которое когда-либо получал собор, 40 тысяч евро, было сделано старым нищим дедушкой Добрый. Дедушка не касается ни одной копейки из денег, которые ему подают. Он живет на свою пенсию в 100 евро в месяц. Также Добрый оплатил коммунальные счета детского дома, оказавшегося на грани отключения тепла и света. Он также помогает бездомным. Но о всех добрых делах дедушки Добрый мы никогда не узнаем, потому что он никогда о них не говорит. В 1941 году Софья Баня, бедная женщина из польской фермы, обнаружила, что у нее не было достаточно денег, чтобы купить необходимые товары в магазине. Владелец, Израиль Рубинек, разрешил ей взять необходимые вещи и расплатиться, когда сможет. Этот добрый поступок был неслыханным в Польше, раздираемой войной. Через два года нацисты выискивали евреев в Польше и отсылали их в концлагеря. Опасаясь за жизнь доброго молодого человека, который помог ей, Баня, рискуя своей жизнью, прятала в своем доме Рубинека и его жену на протяжении двух лет. Семь раз немецкие солдаты приходили на ферму Бани в поисках скрывающихся евреев. В одну из ночей солдаты нацистов спали в гостиной Бани, всего в нескольких сантиметрах от тайника, где прятались Рубинек с женой. Через многие годы семья Рубинек встретилась с Софьей. Их внучка говорит, одно невероятно доброе дело в невозможно сложной ситуации все изменило. Глубину человеческой души невозможно измерить или объяснить. Нирия Бганет стюардесса Бганет была старшим бортпроводником на рейсе РА-73. Когда самолет, вылетевший из Мумбаи, приземлился в пакистанском городе Карачи, четверо террористов ворвались в самолет и захватили в заложники пассажиров и экипаж. Бганет вовремя сообщила пилотам о захвате самолета, и они все смогли сбежать, когда самолет находился возле ангара. Тогда она приняла на себя командование самолетом. Террористы сначала расстреливали пассажиров американского происхождения. Затем они приказали Нирье собрать паспорта всех пассажиров, чтобы выявить среди них граждан США. Бганет сумела спрятать 19 паспортов США. 17 часов спустя террористы начали стрелять и взрывать заряды. Нирия Бганет открыла аварийный выход и помогла многим пассажирам покинуть самолет и спастись. Но среди спасенных ее самой не оказалось. Она погибла, закрыв собой от пульт троих детей. Сегодня вы тоже можете совершить хорошее дело. Просто поделитесь этим видео. Так вы можете создать целую цепочку добрых поступков и сделаете наш мир немного лучше. Важен каждый репост. Канал Удивительные факты объявляет о старте социальной акции Good Challenge. Все, что необходимо, сделать любой добрый поступок, помочь ближним, накормить голодных животных, сделать любое хорошее дело. Затем заснять его на камеру и выложить у себя на странице в социальной сети с хэштегом Good Challenge. И по желанию ссылкой на это видео. В ролике также нужно назвать свое имя, город и вызвать на Good Challenge троих своих друзей. Тогда они будут просто обязаны сделать ответное видео, ведь это уже дело чести. Присылайте свои видео нам на почту, либо в группу ВКонтакте. Самые добрые дела будут показаны в отдельном видео нашего канала. А сейчас мы вызываем всех, кто посмотрел это видео, на Good Challenge. Не забываем, лайк и подписка – лучшая благодарность автору за работу. Хотите узнать еще больше удивительных фактов? Тогда подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.